Привет, это Вадим Макеев, и сегодня мы с вами разберем сайт CSS Minsk.js, и я отвечу на некоторые ваши вопросы. Например, как выступать на митапах, где будущее фронтенда, и как называть главную страницу. Поехали. На этой неделе я еду на конференцию CSS Minsk.js, она пройдет в Минске 20 и 21 сентября, и там будет много интересных классных докладов. Я там в основном буду записывать интервью с англоязычными докладчиками, ну и вообще там всячески буду фланировать по залам, так, чтобы подходить и здороваться. Но это не главное. Главное, что организаторы конференции прислали мне письмо, конкретно Никита Дубко. Никита, привет. На почту hi-people-sb.net, кстати. Так вот, Никита попросил оценить сайт конференции. CSS Minsk.js.by. Собственно, что такое сайт конференции, особенно фронтендерской конференции? Это то, что делают, скорее всего, люди, которые организуют это все. И, скорее всего, качество такого сайта довольно высокое. И это, в принципе, справедливо в случае этой конференции. То есть, он адаптивный, он вполне себе нормально оптимизирован, то есть, картинки не в PNG-24, он вполне себе нормально грузится, и, ну не знаю, фокус клавиатуры не отключен на кнопках и ссылках. То есть, в общем-то, молодцы, все, пока. Но я не мог не придраться, поэтому давайте посмотрим, что я там такого нашел. Всего я нашел четыре проблемы. Адаптация сайта, разметка местами не очень, есть конкретные проблемы с меню, и есть еще некоторые проблемы с расписанием. Давайте мы посмотрим на скринкасте, в чем именно состоят эти проблемы. Сайт CSS Minsk.js вполне себе типичный для сайта конференции. У нас есть главная страница, лендинг в прямом смысле, куда мы все попадаем и понимаем, что это такое. Это первая англоязычная конференция в Беларуси, ну и вот эти вот все дела. Там дальше есть про ведущих, про докладчиков, про воркшопы, собственно, что такое конференция, фотки с прошлого года, спонсоры, ну и вот это вот все. То есть, ну, абсолютно типичная страница. Есть расписание, отдельные страницы, организаторы, партнеры, коды в контакт, за что отдельное спасибо. И информация про визу, я страшно завидую минчанам, что у них есть возможность принимать международных гостей безо всяких виз. Ну, когда-нибудь и мы до этого дойдем. Или нет. Так в чем проблема с этой адаптивной версией? Давайте с вами посмотрим, откроем Chrome DevTools, и в режиме Device Mode, собственно, мы тут видим наш сайт. Мобильная версия вполне себе мобильная, все красиво, все адаптировано, это уже большой плюс. Но что-то здесь не так. Давайте мы посмотрим, как она адаптируется. Мы начнем сейчас тягать за ручку ширины нашего вьюпорта, то, что не делают ни одни пользователи, не забывайте об этом. Но мы разработчики, мы должны понять, насколько классно он адаптируется к разным устройствам. Поэтому тянем за ручку. Тянем, тянем. Сайт расширяется, все хорошо, никуда не прыгает, все нормально, все еще мобильный, 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 мобильный. И это уже начинает меня немножко волновать. Мобильный, мобильный, уже 900 с чем-то пикселей, он все еще мобильный. И, наконец-то, о, сайт стал десктопный. Ну, хорошо, что он стал десктопным. Ну, во-первых, вы видите, что контент начинает прижиматься к краям, что не очень-то круто. Логотип, кнопка купить, контент. Ну, ладно, здесь еще не очевидно, но тут, там, где текст, сразу начинает видно, что паддинги куда-то пропали. Это не очень круто. И, в общем-то, это мелочь на самом деле. Я уже придираюсь. Так в чем проблема? Сайт адаптировался из мобильной версии в десктопную. Вроде бы все в порядке. То есть, потягали ручку, получили плавное изменение размера в какую-то адаптацию. Ну, вроде бы все хорошо, да? Ну, не совсем. Давайте углубимся и посмотрим, как именно он адаптируется. И как контент на это реагирует. Вот это вот самое важное. Сейчас мы протянем наш сайт обратно из десктопной версии в мобильную. Давайте уменьшаем. Ну, и поймем, что где-то в районе 990 пикселей волшебный брейкпоинт. Откуда взялась цифра? Непонятно. Наверное, макет такой нарисовали. Или нет? Так вот, тянем его обратно. И первое, что мы замечаем, как только мы ушли с десктопной версии, как только мы встали на 989 пикселей, и в итоге мы получаем странные уши у сайта, мы получаем огромные нечитаемые строки, мы получаем батарею у спикеров, абсолютно бесполезное, пустое, полосатое место, длиннющие кнопки, тоже не похожие на кнопки из-за того, что нарушились пропорции, типичные кнопочные. Ну и вообще, знаете, сайт слабо адаптирован. Ну окей, тут у нас галерейка вроде бы в две колонки, а все остальное, ну ладно, спонсоры в две колонки. Но контент, в общем-то, ничего с ним полезного не происходит. Есть столько места на этом сайте, вот в этих ушах, вот в этой боковой колонке, которая можно занять чем-то полезным, можно сгруппировать всю эту информацию, сделать не длиннющую колбасу, а сделать как-то скомпоновать все. И оно компонуется в десктопной версии. Но все, что меньше 990 пикселей, оно не считается за нормальный контент. То есть десктоп, мобилки. Но веб не такой. Веб не про размеры экранов, не про единый брейкпоинт. Весь контент слушается одного брейкпоинта. А по-хорошему, каждый элемент интерфейса, ну, ваши вот эти вот модули или ваши компоненты, как вы это называете, отдельная часть интерфейса, она должна иметь свое медиавыражение, или медиаквери, как вы это называете, может быть. То есть, мы потянули что-то, у него появилось больше свободного места, и оно адаптировалось. Мы потянули еще чуть больше, оно адаптировалось снова, и так далее, и так далее, и так далее. Будет много медиавыражений? Ну и что? Браузеру все равно? Вам лень писать? Ну, я понимаю, что иметь всего там три брейкпоинта, типа 320, 460, 768, 1024, ну, вот эти вот типичные размеры экранов, которые уже нетипичные. Посмотрите на ширину айфонов и так далее. Вы удивитесь, там 440, еще какие-то странные цифры. Так вот, это все? Очень ленивая адаптация. Вот в чем проблема этой адаптации. Она не для контента, она для верстальщика, которому нужно сделать два прыжка. Мобилка, десктоп. Вот такая вот ерунда получилась. Я сказал, что более-менее все в порядке с кнопками и ссылками, но там есть маленькая проблема, она и про загрузку сайта немножко, и про немножко странное использование элементов форм, там, где они как будто бы не нужны. Давайте посмотрим. На всех страницах сайта есть пара кнопок «Пошарить в Твиттере» и «Пошарить в Фейсбуке». Кнопки эти реализованы с помощью кнопок. Давайте посмотрим. Inspect Element. И выйдем уже из Device Mode. И посмотрим. Это кнопка. Ну, кнопка сделана кнопкой. Вроде бы все в порядке, да? Ну, да, наверное. Так вот, что эта кнопка делает? Давайте с вами убедимся. Нажимаем на кнопку, и, по сути, открывается новое окно, новая вкладка в этом случае. Если у вас браузер, допустим, не в фуллскрине, как у меня здесь, чтобы лишнего ничего не было, откроется поп-ап. Поп-ап, ну, тоже хорошо, наверное. Наверное, поп-апы, это из 2000-х годов что-то, когда баннерная реклама была всякая. Ну, не знаю. Нажимаешь на это, открывается поп-ап. Нажимаешь на это, тоже открывается. А, нет. Нажимаешь сюда, тут открывается залогинься в Фейсбуке. Странная какая-то история. Ну, ладно, это проблемы с Фейсбуком. На самом деле, все, что здесь происходит, это открывается новая вкладка со ссылкой. То есть, все, что здесь происходит по нажатию этой кнопки, браузер с помощью дживоскрипта по онклику открывает новую страницу со ссылкой. То есть, по сути, происходит ахрев target blank. Ссылка открывается в новом окне. И на самом деле, я не уверен на 100% насчет Фейсбука. По-моему, я прав. Так вот, в случае с Твиттером абсолютно точно. Все то же самое можно было сделать обычной ссылкой. Там, если вы заметили, открывается окно нового Твитта, заранее заполненное текстом. Это все можно отправить с get-параметрами. То есть, вместо этих двух кнопок и 30 и 28, соответственно, Твиттер и Фейсбук, килобайт дживоскрипта, который заодно еще и подключается с серверов Фейсбука и Твиттера и трекует ваших пользователей, можно было просто вставить без скриптов просто две ссылки. Написать твит в Твиттере, написать твит в Фейсбуке. Все. Давайте посмотрим с вами, как работает меню быстрой навигации по всем сайтам в скрин-риддере VoiceOver. Если нажать Ctrl-Option-U, открывается специальное меню. Поэтому меню можно листать, какие интересные штуки есть на этой странице. Вы помните вот эти наши две прекрасные кнопочки? Собственно, у нас на сайте, на главной странице, есть два контрола формы, которые что делают? Открывают ссылки. Ну, то есть, так себе формы, да? Запутывает. Ну, ладно, мы здесь не за этим. Вот. Меню лэндмарки. Лэндмарки или ориентиры, как я решил их переводить, можете тоже так использовать. Это такие важные объекты на странице, которые что-то говорят, позволяют на ней ориентироваться. Например, main, nav, footer, header, еще что-то такое. Они немножко по-другому называются с точки зрения ARIA или Accessibility, Accessible Rich Internet Applications. И скрин-риддеры их могут называть немножко по-другому. Но, в принципе, плюс-минус понятно, о чем идет речь. Давайте посмотрим, какие здесь есть подобные элементы на странице. В принципе, из ориентиров есть всего два элемента. Banner и main. Что такое баннер? Баннер — это, на самом деле, header. А main — это элемент main. Соответственно, где бы вы на сайте ни находились, вы можете открыть это меню и перейти в нужный раздел. То есть, я перехожу в main. И скрин-риддер фокусирует мне первый объект в этом ориентире. Давайте перейдем обратно в header, например. То есть, мы снова попали в какой-то ориентир, в этом случае шапка, и сфокусился первый элемент. Чего это я вам здесь показываю? Дело в том, что на сайте CSS KminxJS нет одного важного ориентира. Он называется nav. Если вы куда-то пришли, в незнакомое место, вы обычно ищете, а где у вас здесь навигация? Стрелочки по стенам? Или может быть специальная информационная панель? Или хотя бы инфобудка, куда можно подойти и спросить, как мне пройти куда-нибудь? Так вот, на всех сайтах это справочное, это как раз элемент nav. Navigation. Поэтому, если бы ребята из CSS KminxJS обернули их меню в элемент nav, он бы появился в этом списке. И к нему можно было бы легко перейти из любого места сайта. А в навигации, собственно, все разделы сайта, все самое важное, чтобы по нему ходить. Это такое, правда, справочное. И один тег. И сразу гораздо удобнее. Ладно, ладно. Оставил в покое сайт CSS KminxJS. Никита сам виноват, что отправил. Я, может быть, если был слишком груб, я постараюсь быть добрее. Но, по-моему, я был справедлив почти везде. В общем, если вам понравилось или не понравилось, как я промыл косточки этому прекрасному сайту, а есть сайты гораздо, гораздо, гораздо хуже, чем этот, присылайте. Hi, People's Bay, Net. Все просто. Ну, еще немного. Отвечу на ваши вопросы. Есть три вопроса. Первый. Как начать выступать на митапах? Как найти тему? Как подготовиться? Спрашивает Дин. Для начала вы молодец. Вы уже почувствовали, что на митапах выступать нужно. Для тех, кто не знает, митап – это такое городское мероприятие. Вечером, часов в семь вечера все собираются, часов до девяти тусуются. И за это время что происходит? Люди проводят мастер-классы, воркшопы, вместе чему-то учатся, там лайфкодят, что-нибудь такое делают. Но чаще всего это просто доклады. Двадцатиминутные, иногда тридцатиминутные, иногда пятиминутные доклады ни о чем и обо всем по теме этого митапа. То есть, у вас есть какой-то опыт на работе интересный, вы впервые вчера использовали, не знаю, Moment.js, или вчера на вас мне что-то накидали, пока начальник не видел, что вы не верстаете Bootstrap, как должны были. То есть, ну, что-то произошло интересное. И вы готовы этим опытом поделиться. Вот эта типичная ситуация на митапе. Возвращаясь непосредственно к вопросу, это было все интро, длинное, затянувшееся немножко. Возвращаясь к этому вопросу, как подготовиться, как это сделать. Прежде всего, выберите тему. Как я уже говорил, тема должна быть той, которая лежит вам близко к сердцу. Это один вариант. Ну, например, как я говорил, вы попробовали какую-то новую технологию, фреймворк или еще что-то такое, поэкспериментировали, вам понравилось, вы хотите показать результаты или просто рассказать, что процесс был интересный, или не ходите туда, там драконы, и вообще все очень было плохо. Это один из вариантов. Другой вариант, если вы хотите что-то изучить. Например, если вы хотите попробовать какую-то технологию, но у вас особого повода нет. А если вы сказали, заявились на митап с докладом, я хочу рассказать про кого-нибудь, не знаю, фасом тот же самый, вам придется попробовать, потому что часы тикают, вам нужно на митап, а доклад-то готовить надо. Ну, вот я понимаю, что это небольшая провокация, но все митапы характерны тем, что там довольно расслабленно подходят к докладам. То есть там не ждут уровня конференции, по крайней мере, на митапах, которые организовываю я и которые вижу вокруг. Чаще всего там даже прогонов нет. Там просто созваниваются с человеком, понимают его адекватность, выпускают на сцену, и дальше, ну, свободный полет. Мы все учимся это делать. Поэтому как делать? Ну, вот выберите тему, либо которую у вас уже есть практический опыт, либо в которой вы хотите получить какой-то минимальный практический опыт. Вперед. Тема, если у вас, вам в голову ничего не приходит, подойдите к организаторам этого митапа и скажите, какие темы есть? Они наверняка вам что-нибудь посоветуют, если не сразу, то через какое-то время посовещавшись внутри, среди себя. Это, в общем-то, как найти тему. С подготовкой, ну, дело такое. Если организаторы не помогают вам именно в прогонах, вы можете попросить этого сделать. Ну, то есть сказать, я не уверен, я ни разу не выступал, могли бы созвониться. Потому что чаще всего у организаторов есть какой-то опыт выступления или у самих, или у них есть опыт, например, помощи, собственно, тем же самым докладчиков на митапах. Это один из способов. Второй способ – просто рассказать этот доклад. Чем больше вы раз его расскажете, тем лучше он прозвучит. На самом деле есть очень классный лайфхак, который используют на некоторых конференциях, когда вы… вам не нужно созваниваться с организатором конференции в точное время, в нужный день, чтобы интернет работал, чтобы у вас по дому никто не ходил, чтобы там связь была хорошая и так далее, и так далее. Вы можете просто в комфортное себе время сесть, включить веб-камеры вашего ноутбука, даже веб-камера особо не нужна, включить запись своего ноутбука, экрана, и полистать там слайды и голосом порассказывать, чтобы звук записался тоже. Все. Вы, по сути, делаете прогон доклада, сохраняете файл, заливаете на YouTube, куда угодно, или сразу пишете, транслируете на YouTube. Современные вот эти вот все платформы, они это умеют делать. То есть, прогон можно так сделать. Можно этот прогон отправить парочке друзей, которые вы записали на YouTube. Ну, как бы лучше англисты это делать, чтобы… ну, мало ли. Отправить другу. Ну, и как на любой конференции, будьте готовы к неожиданностям. Имейте вашу презентацию на флешке, на драйве, на диске, на дропбоксе, да где угодно, везде. Еще и на гитхабе, на всякий случай. Приходите пораньше, потестируйте, спросите про разрешение проектора, спросите про возможности, можно ли подключить собственный ноутбук. Если нельзя, будьте готовы показать в браузере где-нибудь презентацию или в PDF. В общем, уточните всякие технические подробности заранее. Ну, в общем, примерно все советы. Если вас интересуют какие-то более узкие вещи, связанные с выступлением на конференциях, на митапах, подготовке, еще что-то такое, у меня большой опыт. Я был организатором и докладчиком и остаюсь, в общем-то. Так что об этом можно еще поговорить. Спрашивайте. Hi, People's Bay Net. Вопрос номер два. Тимур Кассиев спрашивает. Сейчас малолегкой проект обходится без сборки сложных JavaScript-библиотек, целых фреймворков, и все это компилируется, усложняется, все это становится очень хрупким. Какое будет будущее веба? Будет ли вот это вот разделение HTML, CSS, JS забыто навсегда? И так далее, и так далее, и так далее. То есть Тимур беспокоится. Мол, куда идут веб-стандарты и что происходит с вебом? Честно говоря, вопрос очень сложный, просто потому, что предсказывать, ну, это гиблое дело. Но можно, в принципе, оценить тенденции, что происходит прямо сейчас. А прямо сейчас происходит то, что, как давно сказал Виталий Харрисов, ну, по крайней мере, в его авторстве я это запомнил, веб, точнее, фронтенд HTML, CSS, JS превращается в compile-target, то есть в цель компиляции. Просто потому, что в определенных задачах, в определенных масштабах, в определенных типах интерфейсов писать все на чистом HTML, CSS и JS довольно-таки сложно. Есть разные причины, когда мы пишем на всяких надстройках, начиная от бема, такой ментальной надстройки, заканчивая всякими препроцессорами, TypeScript'ами, всякими React'ами и прочими делами, которые все больше и больше и больше надстраиваются над веб-платформой. И получается, что мы наслаиваем абстракцию очень-очень мощно, и до технологии остается, ну, огромный-огромный слой всякого такого приносного. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Главное, что в основе по-прежнему остается HTML, CSS, JS. И с точки зрения ваших знаний, как разработчиков, все еще очень важно знать HTML, CSS и JS. Потому что, если что-то идет не так, вам инструменты очень редко говорят, что это адекватное. Вам нужно идти к основе и разбираться. Если бы у нас был один фреймворк, который решает все вопросы, который, по сути, заменяет наш стэк, закрывая его плотным слоем абстракции, было бы понятно. Но когда у нас есть фреймворки, которые используют собственные абстракты типа React, используют какие-то веб-компоненты и в хосты в гриву, типа Polymer и Angular на самом деле тоже, и он TypeScript использует, например. А есть компоненты, которые заигрывают с веб-компонентами, например, тот же самый Vue. И получается, что все немножко по-разному это делают, но в основе влияние той же самой основы, той же самой веб-платформы. Поэтому знание основ, это довольно-таки полезно. И, наверное, они никуда не денутся из-за этого, потому что это наш общий язык, это наши основы, как я уже сказал. Вот такой вот у меня взгляд на этот вопрос. Наверное, веб долгое время еще будет основан на этих самых трех китах, HTML, CSS, JS, отвечающих за разные вещи, смешивающиеся постоянно очень по-разному. Раньше SVG лежал в отдельных файлах, теперь он очень часто инлайнится. Раньше HTML лежал, был совершенно отдельным, сейчас он инлайнится в HTML. Ну, не инлайнится в JS смысле, а используется как JSX какой-то шаблонизатор странный. В общем, всякие штуки происходят. Тот же самый CSS, опять же, CSS, NGS, вот эти вот все абстракции, препроцессоры, шаблонизаторы, вот это вот все. Происходит безумный микс, но если сделать шаг назад, мы все равно имеем те же самые технологии. То есть, вроде бы с ними все в порядке, и если мы когда-нибудь сможем прийти к какой-то общей абстракции для всех фреймворков, которая круче, чем просто play HTML, CSS и JS, веб-компоненты, например. Я продолжаю несколько фанатично и увлеченно ставить на веб-компоненты как на единый формат для компонентов, для какой-то модульности, для еще чего-то. Ну, плюс JS-модули, веб-компоненты, вот эта вот вся история стандартизированная. Не нафантазированная в какой-то компании со смешной лицензией, а вот реально стандартизированная, на основе которой уже что-то можно строить. Вот это было бы классно. А пока, ну, у нас остается вот эти вот общие языки, HTML и CSS, JS. И я не думаю, что они куда-то денутся, а будущее веба, ну, если вы были здесь пять лет назад, вы видели, что все было абсолютно по-другому. Но основы были те же самые. Если вы сегодня считаете, что все через пять лет сильно поменяется, ну как, поменяется, но основы останутся те же самые. По-моему, это очевидно. По крайней мере для меня. А вы, а вы выскажите в комментариях, что вы думаете. Может быть, я абсолютно неправ, и завтра реакт... Ладно, не буду вам подсказывать правильные ответы. Пишите, что вы думаете по этому вопросу. Ну и смешной вопрос Дмитрия Питкова. У них в команде разгорелся спор, как называть главную страницу сайта. За главной, домашней, основной, индексной. И какие-то были еще варианты, по-моему. Забавно. Вы не только тратите время на нейминг, переменных, классов и так далее. Вы еще спорите, как называть страницы. Ну, пожалуй, как хотите. Такой ответ. Есть один момент. Перекочевала из английского языка калька home page, домашняя страница. И она, по-моему, плохо передает суть. Дело в том, что home page в браузерах всегда была страница, которую вы сами установили. Домашняя страница. То есть страница вашего дома. Это страница пользователя, домашняя страница. А страница сайта, она не домашняя. Она домашняя для кого? Для сайта? Странно. У сайтов нет дома. Они в интернете живут. Ну, то есть немножко странно. Поэтому домашняя, home, вот этот вот домик, это немножко не то. Домашняя страница, как метафора, странные вещи говорит. Для меня, лично для меня, main – главная страница сайта. Главная. Это наиболее подходящее, наиболее адекватное название. Index – ну, index – это слишком техническая штука. Если пользователю говорят индексные страницы, если какие-то классы расставлять индекс, ну, черт его знает. А вот main – главное, по-моему, самое адекватное. Но это, опять же, вкусовщина. Главное, что домашнее – это не очень понятно, чей это дом и кто там живет. А все остальное на ваш вкус. Ваши предпочтения в комментариях. Давайте поспорим, опрос устроим, какая страница кому больше нравится. Как-нибудь подведем результаты. Или нет. В общем, это были все вопросы. Разбор сайта вышел немножко жестокий. Примерно по вопросам вы поняли, что это будет и в каком жанре можно задавать вопросы абсолютно по-разному. И про жизнь, и про фронтенд, и про, как называть, главную страницу. В общем-то, все подряд. Поэтому не стесняйтесь, пишите Hi, People's Bay Net. Мы с вами еще здесь поболтаем в следующий раз. А пока, ну что, вы примерно оценили, что получается. Ваши лайки. Нравится, не нравится, покажите мне это. И, безусловно, подписывайтесь. Мы будем с вами продолжать развлекаться. Скорее всего, формат будет меняться, просто потому что я сейчас только нащупываю, как это все будет. Но мне пока нравится. Надеюсь, нравится и вам. Покажите это. Все. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok